Пермикам предлагают разработать дизайн-проект двух пространств в Мотовелихе. Это пруд Урайского сада и аллея на Крупской. Подробнее о самом благоустройстве и о конкурсе узнаем прямо сейчас. В студии РБК Перм главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин и начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовелихинского района Перми Юлия Залозаева. Приветствую вас. Здравствуйте. Юлия, давайте начнем с самого конкурса. Это такой метод собрать, может быть, мнение жителей или действительно найти какое-то зерно, из которого прорастет все это благоустройство? Но на самом деле, когда начиналась только задумка с этим конкурсом, мы оттолкнулись от того, что провели Google опрос как раз по поводу благоустройства этих территорий. Посмотреть, насколько вообще жителям интересно поучаствовать, высказать свое мнение по поводу благоустройства их района. На самом деле, был очень большой отклик, было достаточно большое количество собрано мнений, комментариев, и мы приняли решение, что все-таки такой конкурс проводить целесообразно. Вообще хочется, чтобы непосредственные, так скажем, пользователи, да, вот этих вот мест общественных, аллеи, Мотовельхинского пруда поучаствовали в их обустройстве, потому что мы делаем это для них, и повлиять на свою жизнь, наверное, хочется каждому. Поэтому, действительно, все их мнения, мы постарались учесть в тех заданиях для того, чтобы уже творческие личности, проектировщики, архитекторы могли все это красиво оформить и предложить в дальнейшем в официальный проект обустройства этих территорий. Дмитрий Юрьевич, в принципе, практика, что показывает? И российская, и мировая, может быть, как такие пространства, мы говорим сейчас про пруд, как их благоустраивают? Ну, безусловно, это уже достаточно широко распространенная тема. Самый известный, да, российский, это озеро Кабан в Казани. Достаточно много сделано также в других городах. Есть в Нижнем Новгороде, где обустраивают таким образом, да, водоемы. В Уфе, то есть не так давно, тоже РБК в 2018 году освещало завершение конкурса и начало благоустройства. Это, ну, это в основном современная тенденция, ну, если брать и западное направление, и российский опыт, это, конечно, форма приближена к натуральным, экологическим. То есть это в меньшей степени является таким урбанизированным пространством с какими-то там бетонными асфальтовыми набережными. Ну, вернее так, минимум водонепроницаемых покрытий. То есть это устройство системы фитофильтров или фитополей из растений и небольшой системы таких искусственных водоемов, которые чистят как саму воду, продолжают, так и сточные воды, если, ну, как таковы там дождя, попадающие на поверхность. Это, конечно, зонирование разнообразно для того, чтобы было интересно найти себе область досуга, как там в икенд, да, чем людям, кто не может себе позволить уехать на дачу, или у кого просто нет этого, или жарким, там, солнечным летом проводить вечера, занимаясь спортом, спокойным отдыхом, там, ну, и просто даже такие точки для созерцания, так скажем, потому что эстетическое восприятие тоже очень важно, там, кроме как функции, там, каким образом человек получает, как бы информацию отдыхает, там, даже визуально. Юлия, а вот, судя по тому, что присылали в комментариях жители, чего бы они хотели там увидеть? На Порду именно? Да. Ну, конечно, много комментариев по поводу того, чтобы, в принципе, привести в порядок то, что есть в настоящий момент, то есть это и пляжную зону, и спортивные объекты. Если говорить о новых каких-то интересных вещах, то очень многие просят сделать смотровую площадку, установить какие-либо беседки, чтобы там можно было комфортно проводить время свое, просят арт-объекты, велодорожки, на самом деле вот идей прямо их очень много, и просят там установить элементарно хотя бы какие-то торговые точки, ну, в общем, от каких-то обычных вещей, да, до творческих составляющих пруда очень много вариаций. Предполагаю, что будет сложно учесть все пожелания. Будет сложно, будем стараться. Вот, мы можем говорить уже о каких-либо сроках, в принципе, по благоустройству конкретно территории около пруда? К сожалению, пока что какие-то конкретные сроки мы сказать не можем, то есть сейчас, на самом деле, все на уровне только планирования. Нам для того, чтобы говорить о каких-то сроках, нужно что-то предложить, для того, чтобы свое предложение сформулировать, нам необходимо вот как раз собрать мнение, проекты. Дмитрий Юрьевич, опыт, опять же, и российский, и мировой. Насколько вообще затратны такие мероприятия по благоустройству, вот именно территории, связанных с водоемами? Ну, конечно, определение стоимости, это немножко там не мое направление, не буду забирать там хлеб у коллег благоустройства. Просто можно каким образом себе представить, очень усредненно, чего не хватает этой территории. Ну, наверняка, как бы даже за исключением предложений, которые будут поступать от жителей, там, возможно, появятся именно профессиональные дизайн-проекты на этом конкурсе. Очень надеюсь, что вы, осветив эту тему, привлечете большое количество заинтересованных людей. Ну, вот, например, точно необходимо, надо высадить деревья, наверное, крупномеры, которые отгородят от дороги. То есть, от проезжей части нужно будет сделать такой живой экран, как, опять же, как и визуально, так и от пыли, от шума. Наверное, не хватает еще крупномеров для создания тени определенной. И, скорее всего, при раскрытии выхода из райского сада, наверное, правильной будет идея развить то, что там было уже высажено ивы. И, наверное, именно этими породами надо будет делать основную пластику. Если это ива, там, ива трех-, четырех-, пятилетняя, то, естественно, будет зависеть от композиции, от идей, которые будут воплощаться. Но тоже понятны совершенно цены для того, чтобы такое одно дерево посадить, потребуется от пяти до восьми тысяч рублей. То есть, это с работой и стоимость самого материала, если он хорошего качества. То есть, это не очень большие средства. Для создания малых архитектурных форм тоже, безусловно, потребуется. Например, можно также достаточно просто представить, сколько может стоить беседка или ротонда. И из опыта строительства такой же ротонды на набережной. Примерный объем. Или сквери Чехова. В общем, можно обозначить объем вложений как немалый. Например, захочется, если сделать или захотят. Тоже ведь неплохо иметь, например, пирс на таком пруду, когда можно выйти в сторону воды, там сделать площадку, где могут быть лежаки. Это будет и интересно, и удобно, и комфортно. Понятно, что вот эти работы, они потребуют уже чуть больших вложений, потому что надо будет в дно вставить фундаменты, делать настилы, дорожки. Если дорожки делать не из капитальных материалов, а с дощатого настила, это тоже позволит и значительно сэкономить, и создать то покрытие, которое удобно эксплуатировать. Дмитрий Юрьевич, а вот на Вашей памяти были такие случаи, когда действительно пожелания и, может быть, идеи простых обывателей, в этом случае непрофессионального сообщества, действительно реализовывались в жизни? Интересный вопрос. Не скажу, что это имеет массовый характер, но обычно, в последнее время, создавая территории новых скверов, которые чем характерны, они уже используются жителями, и именно, по сути, то интенсивное использование является отправной точкой для заказа. То, что они там хотят и видят, как они организовали себе досуг, это и начинает организовываться. Если они там привыкли собираться и проводить районные праздники, или городские какие-то отмечать, то под это и делается, собственно, такого вида площадка. Если там привыкли собираться собачники и выгуливать, то организовывается именно для них. То есть не всегда это даже некое прямое пожелание, а это умение просто считать представителям власти ту потребность, которую, так скажем, своими действиями иллюстрирует житель, и именно туда направить эти средства на благоустройство. Юлия, что касается конкурса, все-таки, может быть, здесь есть какие-то сроки, когда мы можем уже сказать, что вот те или те идеи победили? Это я сейчас и про прут, и про аллею, про которую мы с вами, видимо, уже в следующий раз когда-нибудь поговорим. Прием заявок у нас идет с 1 июня до 16 сентября, то есть можно отправлять в формате PDF все свои проекты. С 16 сентября до 23 у нас неделя будет заочного этапа оценки предоставленных проектов. По итогам этого этапа у нас определятся, так скажем, лидеры в каждой из категорий, в каждой номинации, которые выступят уже со своими проектами на публичной защите. То есть в планах провести ее до 30 сентября. И насколько я знаю, и даже призы какие-то предусмотрены? Конечно, да. У нас в каждом, ну так скажем, две номинации, да, прут и аллея. В каждой номинации у нас есть две категории. Категория любителей и категория профессионалов. И каждая из категорий предусматривает денежный приз. Ну что ж, спасибо вам большое за обсуждение этого вопроса. Надеемся, что и мы со своей колокольни как-то подсобим вам в плане увеличения количества участников. В студии РБК были Дмитрий Лапшин, главный архитектор города Перми, и Юлия Залозаева, начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Метавелихинского района города Перми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова